Здравствуйте, уважаемые пользователи и подписчики! Сегодня хочу познакомить начинающих мастеров с видами сверл. Вот здесь на фанерочке я разложил разные сверла. Начнем с самых простых. Спиральное сверло по металлу. В своем устройстве оно имеет цилиндрический хвостовик, спиральную винтовую канавку, две режущие кромки, между ними перемычку. При заточке сверла, чем меньше перемычка, тем легче сверлу работать. И помним, что задняя поверхность должна быть ниже, чем режущая кромка. Иначе сверло резать не будет, а будет только нагреваться от трения. Следующее сверло тоже по металлу, только у него не цилиндрический, а конический хвостовик. Такие сверла вставляются в шпиндель, в котором внутри расточен такой же конус. Конуса идут под номерами. Это первый конус. Вот второй конус. А также та же спиральная винтовая канавка, две режущие кромки, перемычка и задняя поверхность, передняя поверхность. Есть сверла по металлу, стандартные, короткие, а есть удлиненные, смотря на какую глубину нам нужно просверлить. Следующие сверла по дереву. Устройство похоже так же, как у сверла по металлу, цилиндрический хвостовик, спиральная винтовая канавка, только вот передняя часть имеет особенности в заточке. Есть центральный шип, который центрирует сверло, и острые края, которые подрезают древесные волокна, чтобы не разлохмачивались края отверстия. Следующее сверло тоже по дереву. Называется оно перьевое. Устройство очень простое, цилиндрический хвостовик. Есть с шестигранными хвостовиками на конце, чтобы не проворачивалось в патроне. Диаметр сверла написан на пере. Центральный шип увеличен и две режущие кромки. Есть еще сверло, называется оно сверло фостнера. Это сверло имеет вот такую режущую головку. Сверло, что это уже старенькое, было в работе не раз. Обычно такими сверлами сверлят отверстия увеличенного диаметра или под петли для мебельной фурнитуры. Заодно хочу показать зенковочку. Зенковка нужна для обработки края отверстия, которая имеет меньший диаметр, чем вот эта зенковка, чтобы утопить шляпку самореза. Как видно, в последний раз обрабатывали древесину, осталась стружка. Теперь перейдем к сверлам по бетону. Вот два сверла по бетону. Вот это сделано более качественно, и вот это чуть похуже. Устройство тоже похоже, как сверло по металлу. Спиральная винтовая канавка для отвода стружки. Хвостовик цилиндрический. У некоторых сверл сделан треугольный захват для кулачков патрона. Либо гладкий хвостовик. Обратить нужно внимание при покупке на заточку. Вот у этого сверла поточено, как попроще объяснить, домиком режущая кромка. Это сверло предназначено для работы в ударном режиме. Оно хорошо крошит бетон. Если сверло поточено просто, как обычно, с одной задней поверхностью, оно работает похуже. Вот такое гораздо лучше. Но вот это не очень удачное сверло, оно тоже работает. И в этой же коллекции находится бур для перфоратора, для сверления бетона. Имеет специфический хвостовик. Сделаны пазы, чтобы он держался в патроне перфоратора. Победитовая напайка такая же, с такой же заточкой. Диаметр у них будет разный, длина разная, в зависимости, что ими нужно просверлить. В современном мире существуют и другие виды сверла, о которых я расскажу когда-нибудь попозже. А на сегодня мы заканчиваем. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова